Привет, это моя новая квартира. Пойдемте дальше, я вам покажу. Только не здесь, здесь спальня. Пойдемте дальше, покажу вам свой зал. Это мои картины. Мне их нарисовал один знакомый. Проходите, пожалуйста, посмотрите. Моё маленькое уютное гнездышко. У молодой мамы Анастасии Зеленко растет 12-летняя дочь Ангелина. До приобретения собственной квартиры семья проживала с родителями. О государственной программе «Жилище», которая, в частности, помогает в приобретении жилья молодым семьям, женщина узнала из интернета. Как-то вылезла реклама. Я начала интересоваться, что это, где это. Я обратилась в нашу Щелковскую администрацию. Заявление на включение в программу «Жилище» Анастасия написала в 2018-м. В администрации молодой маме подробно объяснили, какие требуются справки для выплаты субсидий. Через год на вторичном рынке купила в ипотеку трехкомнатную квартиру, причем в том же доме, где живут родители. Сертификат покрыл примерно треть стоимости жилья. Это около миллиона рублей. Сумма заметно превышала первый ипотечный взнос. Когда у меня на руках уже был сертификат, а я не знаю, что мне купить. Варианты были, но дорогие. И вот в этот день, когда мне дали сертификат, я увидела объявление, увидела эту квартиру. Хорошая кредитная история, минимум требований от банка. Упускать возможность круто изменить свою жизнь Анастасия просто не могла. Кредитная организация одобрила ипотеку на 13 лет. Мысли были, переживания, но с другой стороны, а что делать? А как еще? И я понимаю, что если я не возьму все в свои руки, я останусь так, что вообще без всего. Поэтому я пошла на этот шаг. Мне очень понравилось, что мы будем жить отдельно с мамой, будет моя комната личная. Делаешь уроки в тишине. У нашей героини медицинское образование. Работает в здравоохранении 9 лет. Из них 7 в отделении эндоскопии областного клинического противотуберкулезного диспансера. И вот как год я уже живу в собственном жилье. Я очень довольна. Почему? Потому что все-таки свое жилье – это несъемное. А здесь я свободна в пространстве. Я ощущаю себя дома. Городской округ Щелково участвует в программе «Жилища» с 2013 года. За это время ею воспользовались 80 молодых семей. Напомним, получить выплату на покупку жилья может один из супругов в возрасте до 35 лет, проживающий в Московской области, или неполная семья, в которой есть хотя бы один ребенок. Нуждающимися в улучшении жилищных условий признаются семьи, в которых на одного человека приходится менее 10 квадратных метров общей площади помещения. Если супруги проживают в разных квартирах, то учитывается совокупная площадь. Специалисты отдела жилищной политики проверят все сделки с недвижимостью за последние пять лет на предмет преднамеренного ухудшения условий проживания. Необходимо встать на учет, потом подтвердить платежеспособность, потом семья подает заявление о включении в состав участников программы. В 2020 году мы сформировали на 2021, в этом списке у нас было 25 человек. И в этом году министерство сформировало свой список, и в него вошли семь человек из нашего муниципалитета. Субсидии от государства можно потратить на приобретение квартиры или жилого дома в Подмосковье, причем как на первичном, так и на вторичном рынке. Размер выплаты не может превышать 35% от расчетной стоимости объекта недвижимости. Михаил Налетов, Сергей Василевский, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.